Итак, паспортные данные. По меньшей мере, 2 миллионов 200 тысяч россиян оказались в интернете. Причем речь идет не только о номерах именно паспортов, но, например, и СНИЛС. Так, и какая-нибудь хакерская группировка уже взяла на себя ответственность. Огромный же массив данных. Самое интересное, что хакеры на этот раз оказались совершенно ни при чем. Речь идет о данных, которые пользователи оставляли на крупнейших российских электронных торговых площадках, на которых размещаются коммерческие закупки и госзакупки. Об этом РБК рассказали в Ассоциации участников рынков данных. Именно они и провели это исследование. Выяснилось вот что. На всех этих площадках совершенно свободно, вне зашифрованном виде хранятся и паспортные данные участников торгов, и номера СНИЛС, и сведения о трудоустройстве. Причем, что самое удивительное, все это следствие принятых работающих в России законов. Об этом рассказал нам представитель Ассоциации участников рынка данных Иван Бехтин. Вся ситуация, она от изначально некорректного законодательства, которое не учитывало бизнес-практику. Первое, не учитывало бизнес-практику того, что в подтверждениях, решениях, оккупанных сделках указываются паспортные данные учредителей, которые приняты в России. Но при этом закон, который требует от торговых площадок это размещать. Это одна половина проблемы. А вторая половина проблемы в том, что еще все эти документы должны подписываться цифровой подписью в электронной подписью. И, собственно, файл подписи, который создается и прикладывается к файлу, он тоже содержится в персональные данные и объяснился. Это проблема уже другого законодательства, это приказы Минкомсвязи 436, которые требуют, чтобы в электронных подписях вся эта информация содержалась. И вот вкупе с тем, что площадки обязаны обеспечивать полный доступ ко всей этой информации, у нас возникает ситуация, когда само же государство санкционирует утечку вот этого объема данных. Ну, то есть получается, что это даже не взлом и не слив личных данных, ведь их никто не крал, а к этому происшествию привел сам алгоритм работы площадок. Но этот алгоритм регламентируется российскими законами. Кто же виноват в произошедшем и как быть людям, информация о которых появилась онлайн? Мы задали эти вопросы юристов, и вот они считают, что да, на лицо нарушения закона о персональных данных организациям может грозить штраф от Роскомнадзора, а ответственным лицам даже до пяти лет тюрьмы. Ну, ведь торговые площадки действовали по закону, собирая информацию о контрагентах. Да, но данные ведь нужно уметь хранить. В чем первоначальная вина площадок? Это раз, они активные участники рынка, и они точно знали о всей этой ситуации, но ничего не делали. То есть в первую очередь. А вторая, не последняя ситуация, да, действительно, они как бы не отвечают за то, что люди сами размещают на площадке. Но при этом они, получается, никакой интеллектуальной работы не ведут. Они что, являются просто свалкой документов, которые через них выкладывают? Они могли бы модерировать, проверять, уведомлять пользователей, выставлять регламент, рекомендации того, как публикуются, ну, как минимум документы, которые, вот, решение о крупных сделках. Они ничего этого не делали. Мы сегодня, кстати, попытались связаться с электронными торговыми площадками, нам никто не ответил, но данные из некоторых из них после этого исчезли. Никто из официальных лиц эту ситуацию пока не прокомментировал. И вот вопрос, где хранить свои персональные данные? Воспоминается нашумевший законопроект об автономном интернете. В нем же, например, госкомпаниям запрещается использовать зарубежные базы данных. А раньше Роскомнадзор начал требовать у иностранных сервисов размещать серверы в России. И вот как это делать, если вот такое отношение к персональным данным у нас? Ну, знаешь, там ничуть не лучше. Мы только две недели назад рассказывали, что Марк Цукерберг наши данные вообще как валюту в торге с рекомендователями использовал. Он даже не стал это и опровергать, кстати. Но вот как закончатся сегодняшние истории, будут ли какие-то изменения в законодательстве о закупках, очень интересно. Мы будем следить. Продолжение следует...